Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мне хочется поделиться с вами своим зелёным стеклом. Коллекции это назвать нельзя, но я думаю, что такого разнообразия зелёных бокалов мало у кого можно найти. В основном это посуда, которую я использую в своих сервировках. Бокалы разного времени выпуска есть из советского времени пришедшие, а есть и современные. Они разные по форме и оттенкам зелёного. И сегодня передо мной стоит задача подобрать эти бокалы к моей сервировке «Охота». Ну, во-первых, я тарелки для основного блюда поменяла, красные на зелёные. Ну, а цвет этих тарелок, ну, примерно такой же, как вы видите, малахит здесь лежит на блюде. Итак, добавляем в тарелочки «Охота» с лисой. Прекрасные тарелки, сочетаются с зелёным цветом идеально. Друзья, перед нами настоящая красотка. Эффектная декоративная ваза из цветного стекла, выполненная в гутной технике с гранями. Гуты – это стеклодувные мастерские, где предметы создавались без форм путём свободного выдувания через длинную металлическую трубочку. Ваза называется «Кала» – производство Львовского завода художественного стекла. Утончённая форма на один-три цветка. Благородная гамма, ненасыщенного тёмно-синего цвета, плавно переходящего в белый на ножки, градуирование, и молодой зелени в конце. Винтаж. 60-е годы, время СССР. Высота 40 сантиметров. Изделие в прекрасном состоянии. Ещё одна гордость – рёмеры. Перед вами рёмер – бокал для вина из цветного, как правило, зелёного или коричневого стекла, известные с XVI века и пользуются успехом по всей территории Северной Европы. Из них было принято пить белое вино. Традиция изготовления рёмеров была возрождена в XIX веке. В частности, их производством славилась Нижняя Бавария. Рёмер имел округлую верхнюю часть и широкое конусовидное основание, как правило, обвитая длинной стеклянной нитью. Стенки бокала украшали гравировкой. Первоначально ножки бокалов украшали грозди винограда. Такие рёмеры можно увидеть на картинах голландских художников. Помимо декоративной, они выполняли чисто практическую функцию. Не давали бокалу выскользнуть из жирных пальцев пирующих. А вам нравятся рёмеры? Они у вас есть? Есть ещё и вот такие замечательные бокалы из зелёного стекла. Посмотрите, с резьбой очень красивые. Ножка такая. Но сюда, конечно, по цвету не очень они подходят. А вот ещё один вариант бокалов. Ну, может быть, тоже ничего. Это современный бокал. И всё же мне нужно что-то вот типа такого, да, малахитового стекла. Ну, или вот эти, например, они хорошо, очень гусь-курстальный, подсвечник. Отлично сюда вписались. Вот ещё совсем маленькие. Не очень, да? Да и всё-таки этот бокал по цвету, по размеру больше всего подходит для моей новой сервировки. Прекрасные тарелки. Сочетаются с зелёным цветом идеально. И такого же цвета у меня бокал, который к нам пришёл из старого СССР ещё. И вот это зимнее украшение с ёлкой, с красными ягодами. Я решила сменить на весеннее, например, с ландышами. Эта тарелочка имеет зеленоватый ободочек. Бокалы. Остались мои лоси. И вот зелёная тарелка. Что ещё можно сюда поменять? Сюда же я добавила подсвечник. Это очень красивый подсвечник. Как цветок на зелёные ножки. Теперь у меня два подсвечника здесь. Замечательная, витая ножка. Довольно-таки большой у неё, чтобы она стояла внизу, стекло. И раскрывается цветком, да? Как будто бы цветок на длинной ножке. Друзья, и как вам такая инсталляция? На моём столе зима уходит, а весна приходит. Друзья, спасибо, что были со мной. Спасибо за ваши лайки и комментарии. И для вас сообщения 24 и 25 февраля и 1 по 3 марта. Скидки на пароходки сделаны в СССР. До скорой встречи, друзья!